При формировании Вагнера как элемента национально-освободительного борьбы были, значит, опущены, на мой взгляд, две ошибки, о которых я публично говорил и не публично докладывал тоже. Первая ошибка – это участники национально-освободительного процесса не могут быть в темном. То есть это принципиальное расхождение, потому что есть люди, которые считают, что нодовец может быть в темном. То есть это может быть кто-то, наемник, либерал, грубо говоря, посторонний человек, которому приказали, который поставлен в условия, и поэтому он как бы выполняет функции нода, сам не осознавая это и не понимая, зачем это надо, и вообще не будучи осведомлены о национально-освободительной борьбе. Я исхожу из того, что это невозможно. Опыт исторический, тысяч нодов, которые были в мире, нашего нода, показывает, что не было ни разу случая победы национально-освободительного движения в темном. И это была первая ошибка, о которой мы сразу говорили. И в каком-то смысле то, что произошло с Вагнером, мы это предупреждали, но были люди, которые считали, что удастся в темную разыграть историю с 50-тысячным вооруженным отрядом, неподчиненным российской власти, но и неподчиненной, по их мнению, американской, которые сумеют помочь свернуть американскую власть в Москве. Это не могло получиться сразу, это мое мнение, о чем я сразу заранее за год еще и сказал, когда этот проект только начал формироваться. Потому что то, что не наши идеологически, то, а проамериканское, они умеют работать с такого рода средами. Разводят, сами обманывают, потому что работа в темную – это обман на самом деле. То есть, грубо говоря, пытаясь использовать Вагнер в целях национально-освободительного процесса, обманывали самих Вагнеров. Потому что, может быть, они бы и с удовольствием это делали. Но их разводили, им объясняли, что они то за деньги, то своих не бросаем, то, значит, вот почему-то надо обязательно взять Артема, зачем взять, никто не понимает до сих пор. И так далее. Это первая была ошибка, которая привела к тому, что в целом проект Вагнера оказался антинодовским, антироссийским. В целом, хотя изначально он носил нодовский характер при своем рождении. И вторая, еще более серьезная ошибка, абсолютно нейтральная с точки зрения даже нода. Это любая группа, которая будет нарушать закон систематически и которая будет иметь поддержку в нарушении закона, тем более, рано или поздно столкнется с государством, собственно, закон которого она нарушает. То есть это как бы азбука. Это касается любых людей, неважно это, Вагнер, не Вагнер. Любая бандитская группа, если она долго и становится очень большой, то она неизбежно сталкивается с государством, в том числе в кровавой битве. Ну, как правило, такие не получаются. Все-таки я ни разу не слышал про банду в 50 тысяч человек с огромным опытом штурмовых действий, с тяжелым оружием, с танками, так сказать, с транспортной авиацией, с артиллерией ПВО, ну, чтобы она разросла, будучи нарушителем закона, чтобы они разросли за таких размеров. Я такого ни разу не видел. Но в истории человечества, понимаете, да? Ну, вот были люди, которые говорили, что ничего страшного, вот мы создадим как бы антигосударственную силу, которую будем использовать. Не получится. И мы увидели, что эта антигосударственная сила вошла в конфликт с государством, мятеж вооруженный. Американцы блестяще развели эту силу, умея с ней работать, потому что она не идеологична. Да, первый пункт. Именно поэтому они пошли с ультиматумом на Путина. А если бы у них были элементы даже идеологии, хотя бы у значительной части Вагнера, им бы в голову никогда не пришло идти против, ну, грубо говоря, против Путина, Сталина, Отечества, страны и так далее. В голову бы не пришло. Они бы пошли, подумали, пошли бы на, допустим, на шахты с ядерным оружием стратегическим для того, чтобы создать ультиматум США, а не ультиматум России Путина. Потому что если бы они достигли своего, дошли до Москвы, это был бы крак государства. И это, в принципе, абсолютно антипатриотических марш был. То есть это был антипатриотический марш. Поэтому мы исходим из того, что из-за того, что эта часть НОДовского проекта изначально была запущена, скажем, то ли неразумными людьми, то ли шпионами, которые укрываются во власти, прячутся во властных коридорах, то она изначально была, как часть НОДа, обречена на провал. Поэтому я выбрал тактику ничего о них не говорить. Хотя, конечно, они были патриоты, но по мировоззрению изначально. Просто не за отечество, знаете. То есть неразумные люди. И вот эта неразумная политика к этому привела.